Творческая мастерская. Чудеса подводного мира. Илья Ефимович Репин на своей картине «Садко» изобразил подводный мир. Такой, какой он себе представил. А мы сегодня придумаем свой подводный мир. Мир под водой прекрасный и таинственный. Там растут водоросли и кораллы. Плавают рыбы, медузы, морские коньки. На дне лежат сокровища. Все, что упало с проплывающих по морю кораблей. Там вообще можно увидеть все, что угодно. Сегодня я буду рисовать свой подводный мир. А вы подумайте, что вы хотели бы увидеть в своем. Нам понадобится бумага формата А3, масляная пастель, акварельные краски, кисточка, банка с водой. Лист бумаги можно положить вертикально или горизонтально, как вам больше нравится. Я положу горизонтально. Теперь я возьму масляные мелки и буду рисовать то, что есть в моем подводном мире. Сначала я нарисую дно моря. Пусть оно будет светло-коричневого цвета. Вы можете взять такой же цвет или любой другой. Теперь я нарисую длинные водоросли ламинарии. Они тянутся кверху и колышутся в воде. Поэтому я нарисую их извилистыми линиями. Раскрашу зеленым. И добавлю полоски более темного цвета. С другого края листа нарисую еще одну. В моем море пока еще нет обитательный, но сейчас появятся драгоценные камни. Они разного цвета, сияют. Я изображу сияние белым мелком. Пока что его не видно на белой бумаге. Позже оно появится. Еще одна веточка водорослей. Она немного напоминает елочку. Маленькие рыбки плывут друг за другом. Они розовые, с фиолетовыми хвостами. А это желтые рыбки. Большая нарядная медуза. Ее тело похоже на половинку круга. Щупальцы длинные и красиво изогнуты. Я уже нарисовала маленьких рыбок. Рыбы бывают разные. Длинные и тонкие. Как эта рыба игла. Или почти круглые. Морская звезда похожа на цветок с пятью лепестками. Белый морской конек. Сейчас он спрятался на листе бумаги. Позже мы увидим, как он у меня получился. И еще один морской конек. Вертикальная изгибающаяся линия. Животик, нос, плавники. Глаз другого цвета. Пусть еще будут полоски. У меня еще осталось немного места. Здесь будут пузыри. Они появляются внизу и поднимаются вверх. И еще звездочки. Цветные точки и белые лучи. Такие звездочки мы видели на картине Репина. Мой рисунок почти готов. Осталось нарисовать воду. Я беру акварельные краски. Вода может быть любого цвета. Но лучше, чтобы она была темная. Тогда красиво будут смотреться светлые цвета мелков. Можно смешивать разные краски. Ну вот, рисунок готов. У меня получился подводный мир. Глубокий. Туда почти не проникают лучи солнца. Но зато светятся разные живые существа и предметы. А что будет в вашем подводном мире? Каких вы знаете морских обитателей? И что лежит на дне морском? Рисуйте смело. Желаю удачи. 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 Продолжение следует...